МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Системный подход в работе, планирование стратегических задач и оперативное решение текущих вопросов – таковы принципы управления Юлии Купецкой. Уже с начала недели временно исполняющая полномочия главы включилась в активную работу, провела несколько встреч с руководителями ряда учреждений, но об этом позже, а также объехала центральную часть города, чтобы осмотреть основные строительные площадки и оценить качество содержания улиц и дорог. Знакомство с городом и его социально значимыми объектами Юлия Купецкая начинает со школ. Запрос жителей на новые учебные заведения высокий. Практически все общеобразовательные учреждения переполнены, во многих дети занимаются в две смены. Даже во флагманской шестой школе, где сейчас два корпуса, места все равно не хватает. Решит эту проблему пристройка на 200 мест. Сейчас практически полностью уже разработан котлован, и в ближайшее время мы начинаем под бетонку. Необходимо вынести газовые сети, электрокабеля и тепловые сети. То есть на данный момент школа уже питается по новой ветке, существующей. Администрацию мы планируем переключить на следующей неделе. В каких условиях сегодня учатся мальчишки и девчонки в основном, здание школы Юлия Купецкая осматривает лично. Руководителю муниципалитета показывают самые проблемные зоны. Небольшой спортивный зал и такую же миниатюрную столовую. Здесь вот она действительно на раздаточность, здесь никак нет совсем. Вот, поэтому у нас питание сюда привозное. Разогревают, догревают, да? Да, догревают вот в мармитах, и дальше вот уже накрывают детям. Временно исполняющая полномочия главы сразу задает вопросы. Ремонт когда будет последний раз? В 2011 году. Ну, мы постоянно делаем косметически, ежегодно. В новом здании помимо просторного спортивного зала и столовой будут кабинеты физики, химии, биологии, инженерные, лаборантские. Сроки возведения нового корпуса сжаты. Объект стоит в плане к весне 2023-го, но строители обещают сдать пристройку уже к концу этого года. Здесь Юлия Купецкая подчеркнула, необходимо обеспечить еще и качество. И такие требования предъявляются ко всем социальным объектам. Это уже детский сад на 290 мест с плавательным бассейном в микрорайоне Ярославский. Его открытия с большим нетерпением ждут родители и маленькие жители новостроек. Самое главное, чтобы вне зависимости от того, как застраивается территория, при полной реализации контрактов, это должно быть действительно комфортная зона для проживания. На сегодняшний день мы в 16-м микрорайоне видим, что самое большое количество жалоб у нас приходит от жителей 15-го, 16-го микрорайона, но оно связано в первую очередь с нехваткой социальных объектов. То есть основная наша задача, чтобы эта параллель правильно была выстроена. Сдается дом, сдается социальный объект. И чтобы жители, уже когда проживают в многоквартирных домах, не испытывали тот дефицит мест дошкольных образовательных учреждений, либо в школах. И действительно получали качественный, благоприятный уровень жизни. Здесь еще предстоит выполнить отделочные работы, установить мебель, оборудовать пищеблок и благоустроить территорию. Одним словом, подготовить под ключ, как в 79-м детском саду «Пчелка». Его построил застройщик в рамках инвестконтракта. Со дня на день сюда придут малыши, поэтому внутри все готово. И спальные помещения, и сами группы, музыкальные и спортивные залы, медицинские кабинеты, кухня. Также максимально удобно продуманы игровые зоны на уличной территории, в том числе озеленение. Еще один детский сад планируется построить на Новом Итищенском проспекте, где на месте четырех старых пятиэтажек по программе реновации будут построены современные высотки под переселение. Жители старого фонда смогут улучшить свои жилищные условия, а кроме того появится подземная парковка и зеленые зоны. До 2027 года будут расселены почти 4000 жителей. У нас будет вот там поставлен такой мобильный офис, достаточно такой объемный, где будет сидеть юрист и будет работать с населением. Когда начнем? Я думаю, что где-то, наверное, недельки через две-три. Ну то есть недельки через две-три мы можем уже прийти в мобильный офис? Я думаю, что да. Познакомиться, познакомиться с жителем, посмотреть, как у нас идет заключение договора. В ходе осмотра строительных площадок временно исполняющая полномочия главы округа неоднократно обращала внимание на содержание придомовых территорий, в том числе уборку снега не только во дворах, но и общественных местах. Сейчас, как отметила Юлия Купецкая, необходимо провести сезонные работы по уборке города после зимы. Есть замечания, но опять же, я не скажу, что сильно критически из того, что мы сегодня увидели. Наверное, в разных микрорайонах свои проблемы, но и сезонность, конечно, накладывает свой отпечаток. Снег сейчас сходит, тот мусор, который был, возможно, ранее, под снегом. Я думаю, что в ближайшее время у нас пройдут месячники по благоустройству, субботники, и всю территорию уже непосредственно к майским праздникам городского округа мы приведем в порядок. Как подчеркнула Юлия Купецкая, знакомство с мытищами только начинается. И в ближайшее время руководитель муниципалитета встретится с руководителями других организаций и учреждений округа для того, чтобы понять, как изменить ситуацию в лучшую сторону. Важно не только вовремя строить социальные объекты и содержать их в достойном виде. Необходимо внедрять новые учебные стандарты, использовать современные методики обучения, повышать качество образования. Об этом Юлия Купецкая говорила уже во время встречи с педагогическим сообществом округа. Позиции у мутищинских школ и садов и сегодня высокие, но необходимо увеличивать темпы развития и равняться здесь стоит на флагманские школы и школы-комплексы. А как именно взаимодействовать, руководители лучших образовательных учреждений Подмосковья обсуждали на стратегической сессии. Об эффективности новых стандартов в обучении школьников расскажем в следующем сюжете. В актовом зале мутищинской гимназии номер 16 сегодня собрались руководители 92-х школ-флагманов и комплексов Подмосковья. Лидеров образования Московской области теперь принято называть флагманами, а главное, на них необходимо равняться. У нас в Московской области уже с 2015 года, с момента создания первого образовательного комплекса в Люберцах, школа-детский сад, ведется эта работа. Надо сказать, что комплексы создавались и раньше, например, в мутищах в 2019 году. Школа-лидер, школа номер 6 объединила 4 детских сада и присоединила себе тоже школу. Мы видим, что этот механизм создания комплекса успешен. Также вот про школу 6, она такая осталась в то время, была в рейтинге 500+, и сейчас показывает высокий результат, является школой-флагманом. Вслед за шестой школой в мутищах объединились еще десятки общеобразовательных и дошкольных учреждений. К примеру, летом 2021-го стали одним комплексом 26-я и 4-я школы. Теперь здесь больше 2000 ребят и почти 100 педагогов. Максимально сохранил кадры, которые были, поэтому минимум было изменений именно с точки зрения кадра. Для всех, кто даже не стал руководителем, я нашел работу, чтобы быть полезным для объединенной школы. Когда единый подход, и ты понимаешь, что ты работаешь с большим количеством и педагогов, и детей, и родителей, ты понимаешь, что ты вот эту ситуацию и держишь на контроле, и единые требования, они помогают как-то общие комфортные условия создавать. Задача этой стратегической сессии как раз научить правильно формировать команду при объединении нескольких учреждений, грамотно распределять нагрузку на каждого сотрудника, эффективно внедрять единые требования и стандарты. Все это поможет повысить качество преподавания, результаты обучения учеников и в конечном итоге статус самого образовательного учреждения. В комплексе легче всего и правильнее всего соблюсти принцип преемственности. То есть дети ходят в детский сад, учителя из начальной школы проводят подготовку к школе, дальше учителя из старшего звена смотрят уже начальную школу, проводят какие-то мероприятия с детками, и всегда, когда соблюден принцип преемственности, дети более успешны. Стратегическая сессия проходила в течение всего дня. Началась с пленарного заседания. Там участникам представили результаты и эффекты объединения на примере столичных школ и садов. Перед участниками выступили ведущие тренеры и практики в области развития управленческих и педагогических компетенций, преподаватели Московского городского педагогического университета. Затем тренинги продолжились в группах. Все эти образовательные учреждения уже стали комплексами. Плюс, во-первых, сейчас в качестве объединения в комплекс большие гранты даются Министерством образования, поэтому, в общем-то, учителя чувствуют, во-первых, материальную заинтересованность, в зарплате большой идет выигрыш. Но, в общем-то, для того, чтобы обосновать эти траты, эти гранты, естественно, нам нужно будет повысить качество обученности наших учеников, чтобы оно выросло, качество сдачи ГИА и ГИА. То есть мы будем отчитываться за эти гранты. Школы-флагманы уже созданы практически во всех муниципалитетах Подмосковья. Часть из них уже стали комплексами. Им необходимо находить новые современные подходы в образовании, помогать другим школам, подтверждать свое высокое звание лидеров высокими результатами учеников. А чтобы ускорить процесс обучения директоров, обмениваться опытом, подобные семинары Министерства образования Московской области совместно с издательством просвещения будут проводить и в других городах области. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов, а также в целом культурных традиций – одна из задач, которую также обозначила как приоритетную временно исполняющая полномочия главы округа Юлия Купецкая. На этой неделе руководитель муниципалитета встретилась с министром культуры Московской области Еленой Харламовой. Вместе они посетили музей и фабрику миниатюрной живописи в Федоскино, музей танка Т-34, а также осмотрели центральный парк и познакомились с коллективом Театра Фест. Интересных мест в нашем округе много, культурно-развлекательных мероприятий тоже. Необходимо как можно больше рассказывать о том, что планируется. Это даст возможность горожанам участвовать в развлекательных мероприятиях и привлечет гостей из соседних городов, что положительно скажется на туристической привлекательности Мытищ. И еще. Временно исполняющая полномочия главы Юлия Купецкая намерена плотно взаимодействовать с жителями. Во-первых, все оперативные совещания с руководителями муниципальных учреждений будут транслироваться в прямом эфире, и мытищенцы смогут не только смотреть их онлайн, но и задавать вопросы. Трансляция будет осуществляться в сети Инстаграм, на странице пресс-мытищи. На особом контроле будут не только запросы в соцсетях, но и жалобы на портале Добродел. Также Юлия Олеговна намерена дважды в месяц проводить прием жителей в администрации в первый и третий понедельник месяца по предварительной записи и устраивать выездные встречи с горожанами по конкретным адресам. Письменные обращения можно направлять на личную почту в РИП главы, в том числе с помощью официального сайта окружной администрации. Юлия Купецкая уверена, диалог с жителями поможет в решении многих вопросов, а в целом сделает наш округ лучше и повысит качество жизни мытищенцев. А теперь о событиях в стране и мире, которые никого не оставили равнодушными. Вечером 21 февраля Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля президент выступил с экстренным обращением и заявил о начале военной операции на Донбассе. После этого на российском финансовом рынке начался обвал. Рубль резко понизил свои позиции. В четверг спрос на наличные подскочил до максимальных отметок за последние два года. Россияне за день сняли со счетов свыше 100 миллиардов рублей. Уже в пятницу часть стран применили санкции в отношении России. Что думают мытищенцы по поводу ввода санкций против нашей страны? Из-за доллара уже вчера техника поднялась на 30% стоимости. С учетом того, что почти вся мировая экономика, в том числе российская, завязана на долларе, как мне кажется, это будет согласно, что это плохо. Но в данной ситуации я не думаю, что мы, я, вы можете что-то сделать. Конечно, преодолеем, но цены вырастут. Все будет нормально, лишь бы были здоровы и живы. Мы и наши родственники. Ну, я думаю, что преодолеем. Ну, конечно, сложно будет, но преодолеем. Наверное, уровень жизни, скажем так, упадет на какой-то процент. Я считаю, что мы преодолеем все. Ну, естественно, они на нас повлияют, но русский народ, мне кажется, выдержит все. Мы уже как бы были с санкциями, живем с санкциями еще сильнее. Я не думаю, что это прям настолько страшно станет. Тем временем Московская область продолжает принимать беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. На сегодняшний день в пунктах временного размещения, которые организованы на базе оздоровительных центров и детских лагерей Волоколамске, Клину, Зарайске, Подольске, Коломне и Пушкине, находится около 1400 вынужденных переселенцев из Донбасса. ДНР признанная страна. И Россия нас поддержала и как бы помогает нам. Я думаю, что это скоро закончится. Помочь вынужденным переселенцам теперь могут и мы, тищенцы. С сегодняшнего дня по адресу Симашка 49-8 организован сбор помощи. Пункт открыли при содействии общественных организаций и Совета депутатов округа. Сбор средств будет организован по средам и субботам. Помочь беженцам можно как продуктами питания, так и предметами первой необходимости. В пунктах сбора принимают детское питание, пластиковую посуду, товары по уходу за детьми, за лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику, одежду для взрослых и детей, детские и канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты. Все товары должны быть новыми, а продукты питания годными к употреблению и иметь длительный срок хранения. И к другим темам выпуска. Февраль 2022 войдет в историю метеонаблюдений как один из самых теплых месяцев. Непривычно солнечная погода заставляет таять лед на водоемах и делает их опасными, прежде всего для рыбаков. Инспекторы ГИМС ежедневно патрулируют водохранилище и напоминают отчаянным любителям тихой охоты, что сезон зимней рыбалки пора завершать. С подробностями наш корреспондент Андрей Колосов. Ночными морозами примерзшая корка сантиметров 10. Далее идет слой, напитанный водой, и который, как вы видите, при сверлении поломорота проваливается. Сейчас в московском регионе установилась теплая погода. Лед становится более хрупким. Все больше и больше наполняется водой. Его прочность снижается, и он начинает быстрее таять. Сейчас это больше напоминает так называемый пирог. Фактически, это 5 сантиметров верхней корки, 15-20 сантиметров смёрзшийся снег с водой, который вы видели, как продавливается коловоротом. Не сверлится, а продавливается. И сантиметров 15 основного льда. Насколько опасность сейчас находиться на льду? Сейчас, пока ещё рыбачить можно абсолютно спокойно, опасность вызывает только сужение, искусственное сужение. Это Чаверёвское горло, это вход и сам канал имени Москвы, это места в районе Дмитровского шоссе под мостом, вход в районе, в канал в районе города Долгопрудный. Сотрудники МЧС провели очередной рейд и профилактические беседы с любителями зимней рыбалки. Им напомнили об опасности изменения структуры льда и дали рекомендации. Опытных рыбаков перепадать температур не пугают. И они зачастую рискуя своей жизнью, спешат выйти на лёд и полагаются на свой опыт. Я здесь ловлю с шести лет. Ну как я не могу знать, какой здесь лёд? Это новые люди, которые никогда не ловили, первый раз приходят, думают, ох, сейчас всё. А я с шести лет здесь мальчишкой был, ершей ловил. Тем не менее, о мерах безопасности нужно помнить всегда. Какие атрибуты у рыбака должны быть с собой помимо удочки и снастей, сотрудники напоминают при каждой профилактической беседе. Должны быть спасалки. Когда будет такой лёд, я сюда не пойду. В любом случае, может быть, дай бог не пригодилось вам, кому-то пригодится, который находится рядом с вами. Такие рейды небезуспешны. Статистика тому подтверждение. Каких-то трагических случаев на акватории и водохранилища, и на канале имени Москвы в этом году не было. То есть, всё обходилось только утоплением, либо частичным, либо полным утоплением техники. Люди, слава богу, все выбирались самостоятельно и оставались живыми. А вот почти 30 единиц внедорожной техники уже не спасти. Квадроциклы, снегоходы и баги ушли под лёд. Спасатели напоминают. Безопасной толщиной льда считается 10 сантиметров. Если поверхность водоёма начинает трескаться, нужно немедленно вернуться по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину плеч. Несмотря на все прелести зимней рыбалки, ближе к весне лёд становится коварнее. Тишина, свежий воздух – вот что привлекает рыбаков. Но нужно всегда помнить, что хождение по льду опасно. Лёд тает не только на озёрах, прудах и водоёмах. Вероятность подтопления необходимо исключить и в городе. Снега за зиму выпало как минимум вдвое больше, и не везде его успели своевременно вывести. Поэтому весенний паводок матищинские коммунальщики ожидают с определённой долей тревоги. В МКУ водосток уже сейчас прогнозируют возможность сценарий ближайших дней и недель. Сергей Берзин продолжит тему. Весеннее тепло придёт в этом году на европейскую часть России не ранее последней четверти марта. И даже международный женский день может пройти при минусовой температуре. То есть весна ожидается поздней, но бурной. Тем более, что даже в марте прогнозируется большое количество осадков. То есть снега с дождём. Вот такая картина сегодня характерна для многих наших дворов. Двух-трёхметровые сугробы снега. Конечно, центральные улицы очищены, и там какого-то подтопления не ожидается. Но во дворах снега всё-таки очень много. И что же будет, когда начнётся его активное таяние? Сегодня многие задаются вопросом, что будет. Но и ответ тоже заранее готов. Потоп будет. Что же ещё будет? Ну, наверное, всё затопит. Это как-то зависит от погоды. Какая погода будет. Если резко, то значит лужи будут. А если нет, то всё будет хорошо. От погоды многое зависит, но не всё. В Подмосковье средняя толщина снежного покрова достигла 50 сантиметров. Это в два раза больше климатической нормы февраля. Кроме того, это рекорд для всего зимнего периода. Если от лишнего снега не избавиться, будет то, чего так все не хотят. Но начиная с декабря с улиц города уже вывезены сотни тысяч тонн снега. Вывоз продолжается и сейчас. Леспархоз провёл большую работу и управляющая компанией, компанией, которая занимается уборкой территорий. То есть это даже видно по центральным улицам. Но основная нагрузка всё-таки ляжет на систему водоотведения. Через эти дождеприёмные решётки с улиц и дворов уйдёт основная масса талой воды. Однако частенько они забиваются мусором даже зимой. Дождеприёмные решётки – это не только головная боль водостока, но это и управляющих компаний, что их нельзя замусорить, загрязнять, чтобы это отвод воды. Наши бригады постоянно ездят, чистят решётки. Там, где происходят засоры, посылают, канала промоечная, машины проходят, прибивают. Я думаю, что всё пройдёт нормально. Уже сейчас система водоотведения работает с нагрузкой, хоть и не полной. Небольшие температурные колебания – это оптимальный режим таяния снега. На этой неделе вновь под колёсами электрички погиб человек. Печальная статистика несчастных случаев прошлого года продолжается в этом. С начала 2022-го уже четыре факта травмирования и двое погибших. Сотрудники РЖД, Матищинской администрации, полицейские и общественники вновь усиливают профилактическую работу. На этой неделе комиссией выявлены несанкционированные проходы, через которые с лёгкостью можно попасть на пути. Тему продолжит наш корреспондент. Электропоезд быстро набирает скорость. Но ни это, ни присутствие полиции и платформы не пугает пассажиров спрыгивать и перебегать пути. Все эти забеги смертельно опасны. Проходящие мимо поезда не успеют резко остановиться. Проблема травматизма на объектах железнодорожного транспорта из года в год остается актуальной. В Матищах за прошлый год произошел рост несчастных случаев на 50%. Уже в этом году зафиксировано четыре происшествия. Два из них оказались смертельными. Интенсивность поездов увеличивается, соответственно, и увеличиваются факты травмирования. Все-таки, как бы мы ни проводили свои профилактические рейды, граждане, как переходили через железнодорожное полотно в неустановленных местах, так и продолжают переходить. Так скажем, наиболее удобный для них способ перейти с одной части города на другую, либо сэкономить на билетах и залезть на платформу. Ответа, почему люди рискуют своей жизнью, нет ни у кого. Но нарушители уверены, таким образом можно решить ряд проблем и действительно сэкономить время. Мама больная, за ней уход. Она на работу побежала, мне надо быстрее. Так если вы переходите, потом за вами уход нужен будет. Почему рискуются? Вы идете по путям, разговариваете по телефону. Вы понимаете, что железная дорога – зона повышенной опасности? Вы понимаете, что переходить нужно там, где положено? Понимаю. Несмотря на то, что это административное правонарушение, это ваше жизнь и здоровье. Я больше такого нет, не повторится. Вы так уверенно шли, как будто это даже не в первый раз. Нет, я просто торопилась, правда. Профилактические беседы, лекции в учебных заведениях и штрафы никого не пугают. И, как говорят в полиции, нужны меры посерьезнее. За данный вид правонарушения предусмотрено всего штраф 100 рублей. Соответственно, этот штраф не пугает ни подростков, ни взрослых лиц. Поэтому увеличение штрафов, я думаю, что оно бы все-таки существенно уменьшило количество фактов переходов. Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Мытища совместно с представителями ОАО РЖД только за одно утро выявлено 8 нарушителей. Шесть из них несовершеннолетние. Также выявлены несанкционированные пешеходные тропы вдоль железнодорожных путей у платформы Челюскинская и между улицами Станционной и Чапаева. Сотрудники полиции призывают пассажиров соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. И все-таки на этой неделе было немало поводов для радости. В среду россияне немножко отдохнули и отметили День защитника Отечества. Но ажиотаж вызвало не 23 февраля, а 22. В эту магическую дату тысячи женихов и невест по всей стране решили узаконить свои отношения. Во вторник будущие молодожены штурмовали ЗАГСы, чтобы успеть зарегистрировать брак в последнюю зеркальную дату десятилетия. Сколько мытищинских пар поставили штамп в паспорте именно 22.02.2022, расскажет Алина Саваш. В невесте Ольге сегодня трудно сдержать слезы радости. К самому важному событию для каждой девушки она начала готовиться еще полгода назад. Тогда ее жених Сергей сделал ей предложение. С датой свадьбы 22.02.2022 они определились сразу. Мы заявление подали еще в октябре, наверное, то есть заранее прям. Но мы хотели именно эту дату, просто чтобы красиво. Сегодня Ольга и Сергей вспоминают их первую встречу. Одна прогулка в парке перевернула всю дальнейшую жизнь. Молодожены уверены, это была любовь с первого взгляда. Грубо говоря, взял на плечо и принес сюда, в ЗАГС. Она не спорила с этим? Нет, конечно. Такой мужчина, как я, куда спорить. С такой решительностью Ольга действительно не спорила. И в подтверждение заветный ответ в ЗАГСе. Не нравится ли ваше желание стать с другими, взаимными, искренными, свободными? Сергей, ваша педа, и Ольга, ваша педа, и Чарла. В том, что их союз будет прочным, молодожены уверены. Шесть двоек в дате свадьбы не могут подвести. Тем более перед глазами пример родителей. Сама красота цифр уже говорит о том, что мы желаем счастья, хотим счастья. И думаем только о счастье, о любви наших детей. И думаем, что все у них будет хорошо. И вообще мы мечтаем о внучке. К последней зеркальной дате десятилетия в ЗАГСах были готовы. Только в мутищах заявление на 22 февраля подали 14 пар. Однако нумерологи отмечают, важна не дата, а настроение молодоженов сегодня. Тем, кто сегодня вступает в брак 22 февраля 2022 года, я бы рекомендовала быть максимально легкими в отношениях, максимально позитивными и открытыми. Давайте друг другу свободу, не держите друг друга в ежовых рукавицах. Позволяйте друг другу дурачиться и веселиться, шутить, быть легкими. В таком случае ваш брак будет интересным и долгим. Для тех, кто не успел расписаться сегодня, в ЗАГСах напоминают. Традиционная дата не станет помехой любви. Но если красивые цифры в паспорт все же хочется, то придется подождать еще 8 лет. Следующая зеркальная дата наступит 3 марта 2030 года. У меня на этом все. Таковы были главные события уходящих 7 дней. Берегите себя и помните, команда Первого Матищенского работает для вас. Здравствуйте! В эфире Киноафиша. Меня зовут Андрей Колосов. И я расскажу, какие фильмы вы сможете увидеть на нашем канале в эти выходные. В субботу мы предлагаем своеобразную историю Золушки, а в воскресенье комедийную фантастику. Но обо всем по порядку. Итак, 26 февраля в субботу на нашем канале вдохновляющая французская Золушка для взрослых. Фильм «Мадам». Это дебютная работа режиссера Аманда Штерс. В картине затронута тема классового неравенства. Даже в 21 веке это все еще актуально. Богатые и заносчивые супруги Энн и Боб устраивают званный ужин для представителей элит европейского общества. Внезапно на прием без приглашения заваливается их сынок. Когда число приглашенных достигает 13 человек, суверная Энн принаряжает и выдает за гостю свою служанку Марию. Девушка быстро очаровывает молодого британского аристократа и арт-дилера, с которым у семейства вот-вот состоится крупная сделка. Однако сама невольная сводница Энн не может примириться с таким успехом девушки. Но делать нечего. Расположение дилера – путь к признанию и богатству. И потому Энн и вся ее семья должны подыгрывать Марии. Изначально картина снималась в комедийном жанре, однако проект плавно становится драматическим. Для исполнения главных ролей были приглашены номинантка на премию «Оскар» Тони Калет, харизматичная испанка Росси де Пальма и Харви Кейтель. Музыку для киноленты писал композитор Матьо Гане, известный зрителям по таким фильмам, как «Случайно беременна» и «Безумные преподы». Французскую комедийную мелодраму «Мадам» вы сможете посмотреть в субботу, 26 февраля. В воскресенье 27 февраля вас ожидает комедийный фантастический фильм «Цвет из иных миров». В основе сюжета киноленты лежит одноименное произведение Лавкрафта. Это первый сольный проект режиссера Ричарда Стэнли. В самый обычный день, который не предвещал ничего необычного, произошло то, о чем на протяжении многих десятилетий предупреждали писатели-фантасты. На Землю упал метеорит, принесший с собой материю неизвестного происхождения. Внеземной объект попал прямо в адмор фермера Нейтана Гарднера. Череда событий приводит к тому, что вещество из космоса заражает водопровод, и на ферме начинают происходить по-настоящему ужасающие вещи. Желание снять фильм возникло у режиссера Ричарда Стэнли еще в 2011 году. Но реализовать проект удалось только в 2019, благодаря поддержке продюсера Уолтера. В картине приняли участие такие звезды Голливуда, как Николас Кейдж, Джоэли Ричардсон и Мадлен Артур. Фантастический фильм «Цвет из иных миров» смотрите в воскресенье, 27 февраля. Теперь коротко о фильмах, которые ожидают вас на следующей неделе. 28 февраля австралийская фантастика «Оккупация. Миссия дождь». 1 марта Джеффри Раш в драматической экранизации детской книги «Мой друг мистер Персиваль». 2 марта сборник новелл об отчаянных ситуациях и их смешной стороне «Лови момент». 3 марта драме «Дискейт Уинслит» о том, как одежда меняет людей, месть от кутюр. 4 марта очень личная норвежская драма хит-фестивалей «Надежда». Вот такие фильмы вы сможете увидеть на нашем канале в ближайшее время. Уверен, что каждый из наших зрителей найдет картину себе по душе и прекрасно проведет время. Ведь мы показываем фильмы без рекламных пауз. Приятного просмотра и увидимся на следующей неделе. В Московской области реализуется президентский проект социальной газификации. Газ до границ вашего участка будет проведен бесплатно. До 2023 года «Мособлгаз» подключит к газу 300 тысяч жителей, 2830 населенных пунктов. Для участия в программе нужно, чтобы ваш дом соответствовал всего двум критериям. В вашем населенном пункте должен быть действующий газопровод. Ваш дом должен быть зарегистрирован. Газификация Московской области производится по четко сформированному графику. Посмотреть сроки проведения газификации и оставить заявку на заключение комплексного договора на выполнение работ внутри участка можно на сайте «Мособлгаза». Если вы хотите подключить газ по программе социальной газификации, зайдите на страницу программы на сайте «Мособлгаз» и нажмите кнопку «Подключить газ». Найдите на карте свой населенный пункт или впишите адрес в строку поиска. Заполните заявку на комплексный договор. Наши специалисты свяжутся с вами в течение 10 дней. Рассчитать стоимость работ внутри участка можно в онлайн-калькуляторе. При помощи интерактивной карты вы можете следить за статусом проводимых работ, ознакомиться с фотоотчетами. Социальная газификация Подмосковья Подмосковья ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА